Доброе утро! Поэтому я думаю, что эта маленькая пятница пройдет у вас замечательно, она однозначно пройдет хорошо, потому что вы утро начинаете с нами, с программой «Утро нового дня». И мы этому, безусловно, очень рады. Ну а мы готовились, да и не только мы, наши корреспонденты старались, трудились вчера целый день, целую ночь для того, чтобы прямо сейчас рассказать о самых новых новостях. И главных, самое интересных. Поэтому я хотела бы сразу перейти к очень важной теме. Это тема детей, конечно же, в Крыму. Сохранить память о подвиге. Имя героя Советского Союза, одного из маршалов Победы Федора Ивановича Толбухина, присвоено Симферопольской школе номер 4. Ученики старших классов приняли участие в городской историко-патриотической конференции «Солдат Отечества». В музее учебного заведения появился раздел, посвященный маршалу Толбухину. В Победе планируют установить его бюст. В школе побывал наш корреспондент Алексей Щербак. История здесь, наверное, главное увлечение. Более 10 старшеклассников вошли в совет музея учебного заведения, который недавно пополнился новой экспозицией. Наш музей был основан уже более 30 лет назад, еще нашими, так сказать, родителями. Именно мы уже работаем на протяжении трех лет, участвуем в научных исследовательских проектах. Участие в одном из таких проектов и позволило ребятам победить в конкурсе на присвоение школе имени Героя Советского Союза. Они представили на конференции самые интересные исследования биографии маршала Толбухина. Услышав об инициативе присвоения имени, они очень активно поддержали, воскрикнув возле нас улица Толбухина. Мы хотим, чтобы наша школа носила это имя. Это очень важно, мне кажется. Для учеников нашей школы, для наших педагогов это очень большая честь. И мы надеемся, что мы будем с гордостью нести это звание и приложим все усилия, чтобы не опорочить честь великого героя. Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза, Кавалер Ордена Победа, Народный Герой Югославии, Герой Народной Республики Болгария. Все это уроженец Ярославской губернии Федор Иванович Толбухин. Но его имя присвоено Симферопольской школе не случайно. С апреля по май 1944 года войска 4-го Украинского фронта под командованием генерала армии Федора Толбухина освобождали Крым от немецко-фашистских захватчиков. В память об этом в центре Симферополя на вечное боевое дежурство встала знаменитая 34-ка, одной из первых ворвавшаяся в город. Уже шестой год подряд в стране работает проект «Имя героя школи». После воссоединения полуострова с Россией к нему присоединился и Крым. У юных симферопольцев материала для исследований более чем достаточно. Очень много школ, которые занимались краеведческой деятельностью, которые изучали историю и биографию героя Великой Отечественной войны, героев Советского Союза. И в течение 2014 года более десятка школ, которым присвоено имя героя Советского Союза, которые с гордостью носят это имя. В жизни всегда есть место подвигу. Это неизбитая фраза. В Симферополе могут появиться улицы имени Андрея Федюкина, Дмитрия Власенко, Виталия Гончарова. Правоохранителей, погибших во время антиконституционного переворота в Киеве. Такая инициатива прозвучала на сессии Гурсовета Крымской столицы. Я считаю, очень почетно назвать новые микрорайоны нашего города именами этих людей, поскольку они этого заслуживают. Они защитили не только крымчан, но они защищали всю Россию и Украину от фашизма. Такая инициатива вначале должна пройти общественное слушание. Тогда книга памяти симферопольцев пополнится именами героев не только былых времен, но и современности. Алексей Щербак, Андрей Заричный, Новости 24. В Крыму работают пункты проката специальных средств реабилитации. Если человек сломал ногу или перенес операцию и не может самостоятельно ходить, технику можно взять в аренду за символическую плату. Как и где ее можно получить в репортаже Елены Байрамовой. Никакие обстоятельства не должны стать помехой активной жизни. В этом убеждена Лариса Климович из Симферополя. Из-за сахарного диабета ей пришлось перенести операцию. Год назад случилась вот такая беда, мокрая гангрена, и мне будто отрезали ножку. И когда я лежала в больнице, то мои дети узнали, что есть у нас такой центр реабилитации. Они взяли, я еще лежала в больнице после операции, они взяли, пришли костыли, обычные костыли и костыли, которые под локти, чтобы попробовать, как я смогу ходить. Ведь это как бы учиться заново ходить. Они пришли, взяли здесь, оформили документы, все это, принесли мне такие и такие костылики. Потом взяли вот такие ходунки, тоже попробовать, смогу ли я ходить. Мне очень удобно на них ходить дома на кухне. С таким помощником пенсионерка справляется с бытом, занимается воспитанием маленькой внучки. Для людей с ограниченными возможностями на полуострове открыто 10 специальных пунктов проката. В центре социального обслуживания можно взять на прокат ходунки, костыли и другие технические средства, необходимые во время реабилитации. Здесь есть также коляски как для дома, так и для улицы, которые с виду немного напоминают велосипед. Стоимость аренды от 4 до 12 рублей в сутки. Чтобы получить такой аппарат для передвижения, нужен минимальный пакет документов. Удостоверение личности. Если человек инвалид, необходима справка об инвалидности. Если человек получил определенные увечья в следствии заболевания, и ему надо на короткий срок, это может быть просто заключение врача. Лидия Константинчук после выхода на пенсию стала волонтером. Уже три года она работает в социальном центре. Приятельница моя обратилась ко мне с вопросом, с просьбой о помощи. У нее случилось в семье несчастье, муж сломал ногу. И на время реабилитации им необходимо было приобрести костыли. В нашем центре можно получить такую услугу. И я бы советовала ей обратиться в наш центр. Здесь также работают специалисты-реабилитологи. Они для каждого подберут программу по возможностям. Но спортом мы занимаемся каждый раз, если давление позволяет. Услугой проката может воспользоваться человек, если он в силу болезни, травмы или возраста не в состоянии сам себя полноценно обслужить. Кроме костылей и колясок, в соццентре есть слуховые аппараты, трости, поручни для ходьбы. Перечень достаточно большой. У нас порядка 197 видов технических средств реабилитации. И на сегодняшний день, в 2018 году, более 300 средств реабилитации были выданы 167 гражданам. В случае, если вдруг у них такие средства реабилитации есть в наличии, и в них нет сейчас необходимости в использовании, то они могут передавать данные средства непосредственно в наши центры. Иногда эти средства нужны на короткий период, а порой на всю жизнь. Всего в Крыму меры различной социальной поддержки, благодаря республиканским программам, получают около 90 тысяч людей с ограниченными возможностями. Елена Байрамова, Игорь Пенищук, Иван Евдокимов, Новости 24. Ну что ж, это были основные новости к данному часу, но у нас еще будут впереди очень много новостей. И особенно мне нравится то, что усиление ветра идет на Крымском полуострове, несмотря на повышение температуры. Поэтому все-таки придется нашим согражданам одеваться потеплее, потому что ветер, несмотря на то, что он юго-западный, он очень сильный и может вызывать дискомфорт. Ну а наша программа «Дискомфорт» никогда не вызывает. Она прямо сейчас вызывает студию «Радио Крым». Доброе утро, друзья! Слышите ли у нас, коллеги? Да, доброе утро, коллеги! Доброе утро! Доброе утро! Итак, традиционный вопрос от нас. Тема эфира сегодняшнего. Видим, что у вас уже гости снова-таки есть. Я думаю, вы наших гостей даже можете узнать, поэтому и о теме догадаться несложно. А, к сожалению, мы не видим, да. Да, повернитесь, уважаемые гости, вот туда на камеру. В другую сторону. Так, так, да, заметили гостей. Ну я думаю, теперь нетрудно догадаться, что мы обсуждаем молодежные политические проекты. Политстартап и, я думаю, коснемся и других. И как в Крыму обстоят дела со стартапами? Ну вот, я уже послушал цифры. С 1 марта количество зарегистрированных участников уже в два раза увеличилось. Я 1 марта буквально встречался с Константином Бахревым, он говорил, что 50 человек. Вот Владислав говорит уже 100. Ну это замечательно. Главная позитивная динамика. За несколько дней в два раза. Да, и надеемся, что будет продолжаться такими темпами, если то вообще замечательно. Несколько дней в два раза повышается. Да, время для регистрации еще есть, кстати, и вы можете себе попробовать, почему нет. Возраст позволяет. Так, где регистрироваться? Несколько секунд у нас еще есть. Что придумывать? Судимости нет, надеюсь? Нет, все хорошо. Ну тогда дорога открыта. Что, куда регистрироваться? Куда отправлять заявки? А это надо внимательно слушать радио Крым, программу линии. Все хорошо, договорились. У вас, к сожалению, времени на это не будет. Надеемся, что у наших зрителей будет, когда они отправятся на работу. Обязательно включайте радио Крым, и все, что касается стартапов, обязательно вы узнаете. Спасибо огромное, коллеги. Вам хорошего эфира. И вам также, спасибо. А нам пора продолжать так же. И узнать, какой же будет погода на полуострове сегодня. Спасибо. 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 Но я думаю, там уже точно интересно будет. Еще рэп-смена… Переводится, как в концепт. Ага. Рэп-смена, видео-продакшн-смена и комеди сцена. Даже стендаперов. Если ты представляешь, приглашает. А все закончится просто грандиозным фестивалем Таврида Арт Раша, который объединит около 30 000 людей. Представляешь, насколько это глобально? Судак. Сколько в Судаке проживает людей? Я думаю, тысяч 30-50. Не смогу тебе ответить. А тут еще 30, знаешь, прибавится. Ну, я думаю, что там будут жаркие денечки и будет на что посмотреть. Ну, а наш корреспондент побывала на необычной экскурсии и сейчас все подробно расскажет. Поход в магазин, на работу, в театр или езда в общественном транспорте – привычные задачи многих людей. Только некоторые делают это все в кромешной темноте. Такова реальность слепых и слабовидящих. Наша съемочная группа решилась на время ослепнуть. В Крыму запустили социальный проект «Мир на ощупь». В специальных комнатах, стилизованных под рынок, кафе и улицу передвигаются во мраке. Мы же решили пойти другим путем. Отправной точкой стали настоящие улицы Симферополя. Задумывались ли вы, как ощущает себя человек без зрения, как это ориентироваться только на свои собственные ощущения? У меня есть сейчас уникальная возможность погрузиться в полнейшую темноту и на себе испытать все эти эмоции. Моим помощником будут только руки, слух и вот такая вот палочка. А еще Алла Полюхович, которая и вводит меня в свой мир. В нем покупка билета в цирк – непростое испытание. Но только не для моего гида. Для меня – дезориентированный. Лучше берем подальше. Очень режет звук близко сидеть. Здесь дача у вас получается. Вот, пожалуйста, я вам даю билетик. Вот, Сырея, смотрите, смотрите, попробуйте. Чувствую, чувствую, да. И напомните, какой ряд и какое место. Так, получается у вас седьмой ряд, одиннадцатое место. После нескольких неудачных попыток выйти из здания, мы оказываемся на улице. Следующий пункт – кафе. Подъем по лестнице, который в обычное время занял бы секунды, затягивается на долгие минуты. Все это время меня сопровождает страх удариться или упасть. Мы ориентируемся на дорожку, а у нас всегда ищем чего-то. Главная подсказка. Да, да, чтобы что-то было. Так, дорожка заканчивается. Да, а чего это теперь я слушаю. Моя спутница уверенно ориентируется в пространстве, при том, что Алла не видит с детства. Родилась зрячая с диагнозом глаукома. Неудачная операция, после которой один глаз было не спасти. А уже в 10 лет наша героиня окончательно ослепла. Как и все незрячие, теперь ориентируется с помощью других органов чувств. Внешность человека может описать, услышав только его голос. Каким образом, это загадка и для самой Аллы. Примерно моего роста, может, даже чуть ниже меня. Волосы темные. Глаза, скорее, телосложение. В Польше, я бы сказала, худощавая, худенькая, наверное. Больше всего хотела бы вспомнить внешность своих родителей. Но память выдает лишь фигуры. Зато, как и любая девушка, не забывает о своем внешнем виде. Поход по магазинам – небольшая радость в мире темноты. Много времени провели в обувном. Шопинг удался. Такой каблучек мне больше нравится. А таких черных нет, да? После примерки отправляемся в аптеку. Там для нас нет никаких подсказок. Но мой экскурсовод сразу определяет местоположение кассы по шелесту денег. Мне слух все еще отказывается помогать. С трудом разбираю голоса покупателей. По прошествии часа с повязкой на глазах, чувствую себя все так же неуверенно. А темнота вызывает ужас. Но для людей незрячих это совершенно другая жизнь. Полная ярких красок и ощущений. В 2009 году наша героиня установила рекорд по прыжкам с парашютом в открытое море. Я вам скажу, что очень интересные ощущения, конечно. Хотя ты не видишь, что вокруг тебя, да? Но то, что ты летишь как птица, и ты чувствуешь этот полет. Конечно, это здорово. Весь путь в темноте я мечтала о том моменте, когда наконец-то сниму повязку с глаз. Увижу привычный цветной мир. Красоту и прелесть которого мы перестаем замечать, спеша по своим делам. Салия Салямова, Сергей Козырь. Утро. Нового дня. Да, вот интересный сюжет и интересный случай произошел в Старокаратинских каменоломнях. Извините, если неправильное ударение поставил. Представляешь, вот вчера в 10.35 в службу спасения поступило сообщение от местной жительницы о том, что у нее под домом находятся в Керчи расположенные каменоломни, и оттуда наносятся какие-то звуки. И спасатели МЧС незамедлительно выехали на место, и в течение 15 минут обнаружили там мужчину, 47-летнего, и он ходил там, представляешь, 4 дня. Ого. Он шел, шел просто по дороге, по полю, и внезапно провалился. Действительно, дыры-то такие, ну, конечно, они не оборудованы, да, и так далее. Просто провалился и начал, и заблудился там внутри. То есть выбраться он никак не смог. 4 дня он ходил, ни воды, ничего. И говорят, что это действительно по-настоящему чудо, потому что там нет мобильной связи, каменоломни, ну, понимаем, да, какая толщина, везде камень, туда связь не пробивается, вообще без еды, без воды, без ничего. Вот 4 дня проходил, и нашли интересную историю, и главное, хэппи-энд, это самое главное. Чудо, что женщина его услышала, потому что она могла бы не обратить внимания, и просто подумает, что это какой-то шум за окном, когда просто люди улетают. Да и вообще-то, что он именно кричал в этой точке, под домом, и услышал. Я думаю, он кричал везде, но, наконец-то, ему повезло, что его услышали. Главное, 15 минут обнаружили достаточно быстро. Ну, а у меня новость тоже не слишком хорошая, потому что в ходе профилактических мероприятий осмотрели 238 единиц автобусов, и 24 из них осуществляли перевозку организованных групп детей, и к административной ответственности привлечено 105 водителей автобусов. По данным госавтоинспекции, за нарушение правил перевозки людей к ответственности привлечены 41 водитель, за нарушение правил маневрирования 45, за управление транспортным средством при наличии неисправностей 8, а за нарушение правил остановки транспортных средств – 5. Также многие автомобили проверялись на наличие тахографа, его не оказалось, и поэтому, к сожалению, автобусы были оштрафованы, а также хозяева их перевозок. У нас в программе нет тахографа, у нас есть хронограф, и ему самое время. 6 марта 1475 года родился Микеланджело Буонаротти. Знаменитый итальянский скульптор, живописец, архитектор и поэт. Его произведения считались наивысшими достижениями искусства возрождения еще при жизни самого мастера. Он прожил почти 89 лет целую эпоху от периода высокого возрождения к истокам контрреформации. 498 лет назад кругосветная экспедиция Магеллана открыла три самых южных филиппинских острова. В 1688 году они были колонизированы и переименованы в Марианские острова. 6 марта день рождения аспирина. 120 лет назад немецкий химик Феликс Хоффман получил патент на одно из главных лекарств 20 века. До этого наши предки снижали жар и снимали боль водной настойкой коры илы или вербы. 6 марта 94 года назад вышел первый номер газеты «Пионерская правда». И хотя в сложных экономических и социальных условиях послевоенного времени редакция новой детской газеты начиналась буквально с двух стульев и пишущей машинки, издание быстро обрело своего читателя и стало популярным в Советском Союзе. Газета выходила с периодичностью два раза в неделю. 6 марта 1975 года итало-французский фильм «Зора» с Алиным Далоном в главной роли вышел в прокат в Италии. 15 марта он появился на французских экранах. Когда сравнительно скоро его увидели советские зрители, подростки начали метить знаком «З» все, до чего смогли добраться. 33 года назад автоматическая межпланетная станция «Вега-1» выполнила программу исследований кометы «Галилея». Это первое известное периодическое космическое тело, хорошо видимое невооруженным глазом. Наблюдалось 31 раз, причем первый в 446 году до нашей эры. А комету ты наблюдала, Галилео? Да, я вообще не разбираюсь в этом. В 436 до нашей эры. Не разбираюсь в этом. Не было такого. Ну, а я наблюдаю, что для того, чтобы двигаться комете, топливо не надо. Ну, а нам, конечно, необходимо. И какова же цена на сегодняшний день, озвучу для вас прямо сейчас. Газ стоит 27 рублей 96 копеек. Дизельное топливо 51 рубль 31 копея. 31 копейка, извините. 92-й бензин 47 рублей 21 копейка. 95-й 50-35 стоит. И традиционная цена для 98-го 56 рублей 59 копеек. Такова цена на топливо на данный момент. И расскажу вам снова-таки, каковы успехи у нашей сборной студенческой на универсиаде в Красноярске. Ну, мы лидируем. Мы на первом месте. Это, в принципе, вполне было ожидаемо. У нас 11 золотых медалей, 15 серебряных и 13 бронзы. Всего 39. Ближайшие преследователи изменились. На втором месте Корея. Но у них всего 5 медалей. 3 золотых, 1 серебро, 1 бронза. И далее идет Швейцария. 2 золота, 2 серебра, 1 бронза. Это, воистину, я не знаю, это очень странные результаты, потому что наши просто всегда первые. Всегда первые, в частности, да, вчера они завоевали. Сейчас я вам скажу, сколько вчера. Они завоевали, так, да, 10 медалей. 2 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых. Это за один день. Представьте себе. Ну, а давайте узнаем, каковы же у нас сейчас обстоят дела на мире, в мире валют. Доллар стоит 65 рублей 80 копеек. Евро 74 рубля 50 копеек. Доллар вверх, евро вниз. Ну, а рубль где-то посредине, насколько я понимаю. Такова ситуация на финансовом рынке на данный момент. Ну, а в Красноярске, я так понимаю, тоже у нас как минимум все замечательно. Даже здорово. А в Сыфтехкаре рубль тоже немножко упал, но благодаря тому, что какой-то мужчина, проходя мимо в состоянии алкогольного опьянения, почувствовал чувство острой социальной несправедливости. И поэтому был памятник, там установлен рублю, он его дважды пнул, трижды топнул, и ущерб отчастили в 303 тысячи рублей и полтора года колонии строгого режима. Поэтому, как мы видим, что, во-первых, не стоит с рублем спорить, а во-вторых, памятники разрушать, потому что в итоге очень такие негативные последствия. Мало того, что денежный штраф в достаточно большом размере, так еще и полтора года колонии. А как мужчину звали? Доллар? Евро? Неизвестно. Ну, мы обязательно это выясним, друзья. Ну, а прямо сейчас давайте посмотрим, какие же мероприятия из мира культуры нас ожидают сегодня. На основной сцене в Крымском Академическом Русском Драматическом Театре имени Горького вас ожидает постановка «Номер с фруктами». Виртуозная комедия об обычной жизни, где сплетаются неловкие ситуации, забавные перипетии и комедийные путаницы. Главный герой, помощник губернатора, снимает номер люкс для свидания. Но внезапный приезд начальника ломает планы романтической встречи. Спектакль поставлен по пьесе популярного автора Александра Коровкина. Начало в 19.00. В Симферопольском художественном музее выставка произведений Адама Катца. Кисти крымского живописца второй половины 20 века принадлежат портреты Щеглова, Брамса и других. Эти дны зарисовки, портреты и пейзажи понравятся любителям живописи. Выставка продлится до 21 апреля. Сегодня на киноэкранах российская комедия «Любовницы». Три бывшие возлюбленные решают отомстить неверным мужчинам. Когда цель достигнута, у подруг появляется идея помогать таким же, как они, сестрам по несчастью выводить на чистую воду до личных изменников. Ведь таких, как они, тысячи. Главные роли в фильме исполнили Паулина Андреева, Александра Бортич и Юлия Александрова. Также в этот день на киноэкранах военно-исторический фильм «Табол». Приключенческая история о молодом офицере. По заданию царя он отправляется в столицу Сибири, где ему и предстоит встретить настоящую любовь и столкнуться с интригами и заговорами против себя. Фильм динамичный и зрелищный. Дуэт в исполнении Андрея Бурковского и Агаты Муценийца мало кого оставит равнодушным. Время сеансов вы можете выбрать самостоятельно. Да, вот такие у нас события в основном кино, да, я так понимаю, сегодня будут. Если желаете, обязательно отправляйтесь. На автомобиле будет вообще здорово. А на автомобиле под названием «Лавай Тюню А» это будет вообще, я вам скажу, супер, как минимум. Но пока ни у кого этого автомобиля нет. Есть только у компании «Бугатти». Так вот, это самый дорогой автомобиль на планете Земля. Его стоимость... А в чем дороговизна? Он умеет разгоняться до каких-то космических скоростей? Да, умеет, умеет, умеет. А зачем? Вот у меня всегда был вопрос. Вот ты мне так водитель объясни. Зачем, если ты не можешь нигде ездить на этой скорости? А я тебе подкину другую пищу для ума. На самом деле есть, да, специальные треки, где ты можешь разогнаться до такой скорости. В Австралии где? Да, такой скорость. Нет, не в Австралии. Нет, это не дороги общего пользования. То есть треки для гонок. Если ты желаешь полихачить, то можно выехать туда, ну, естественно, заплатить какие-то деньги и спокойно соревноваться. Понятно, «Бугатти» там нет, насколько я знаю, в Крыму. Но тем не менее, даже на своей машине ты можешь спокойно лихачить там и никому вред не приносить. Лишь себе, если вдруг какая-то авария. А так вот другой лучший вопрос должен тебя интересовать. Вот скорость, да, например, его до сотни разгоняется за две с половиной секунды. Тесла? Так. Такой же результат. А, да. Ты представляешь? А почему тогда стоимость у «Бугатти» выше, чем у всех? Ну, стоимость такая, во-первых, потому что это не электрокар, и это какой-то там экземпляр. Ну, естественно, пока в единичном экземпляре. Стоимость 1 миллиард 200 миллионов рублей. Рублей – это 16 миллионов евро. Это пока что, да, действительно в единственном экземпляре. Но ожидаю, что еще будет выпуск. Самое главное, покупатель вот не сообщает, нашли, не нашли. Полторы тысячи лошадиных сил и максимальная скорость 420 километров в час. Я читала, что на другом ресурсе, что уже есть покупатели, что уже машина забронирована, хотя она самая дорогая в мире. Но учитывая то, что некоторые шейхи приезжают на пляж со своим лифтом, в принципе, ничего в этом удивительного нет. Ну, а у меня новости о Ялте. Потому что ялтинские власти приведут в порядок центр города и намерены убрать блошиный рынок. Возникла проблема с торговцами, которые говорят, что им необходимо торговать ради собственного пропитания. Но при этом, когда им предлагают бесплатное место дальше, в рядах рынка, они отказываются. Ну, а теперь самое время узнать, где же побывал наш корреспондент. Скажу вам честно, не так-то просто найти древние руины, спрятанные среди такого количества недостроев. Памятник находится на территории упраздненного села Монетное, на одноименной улице. Добраться до него – то еще приключение. Во-первых, дороги. Далеко не везде можно проехать на машине. Во-вторых, дома. Полуразрушенные коробки и желтые ракушки, как грибы, разбросаны до самого горизонта. Среди них и прячется древний храм. Главный вход расположен с северной стороны и выполнен в виде стрельчатой арки. Сооружение – яркий пример заимствования архитектурных форм и решений из других культур. Угадываются византийские, персидские и египетские нотки. В нынешнем состоянии мечеть представляет из себя постройку, состоящую из двух квадратов. Большого, именно в нем мы сейчас и находимся, средняя длина его стены составляет 12,5 метров. И, собственно, малого. Длина стены около 6 метров. В южной стене большого храма расположен мехраб. Ниша в стене, украшенная каменной резьбой. Он указывает на мекку и традиционно располагается в середине стены. Углубление предназначено для того, чтобы в нем молился имам мечети. Изначально это были две купольные мечети с отдельными выходами. Точное предназначение малого помещения неизвестно. Можно лишь предполагать. По одной из версий, малая мечеть предназначалась для женщин. По другой, это было помещение, в котором Калуг Султан мог совершать намаз, слушая главного священнослужителя через оконный проем большой мечети. Во времена, когда функционировала мечеть, Крым был лулусом Золотой Орды, а село принадлежало тогдашнему Калуге Султану, второму по значимости после хана лицу в иерархии крымского ханства. Вверху, на втором ярусе мечети, перед глазами открывается не самая приятная картина. Большинство оконных храм и стен изрисованы уличными художниками, либо просто энтузиастами, которые хотели оставить после себя какой-либо знак. Росписи, рисунки и прочие отметины украшают все стены мечети, как на первом, так и на втором ярусе. Забраться туда не так просто, но специально для этих целей на одной из оконных храм закреплена веревка. В 1923 году руины мечети исследовал профессор Никольский. Именно он и предположил, что когда-то здание украшал большой купол. До наших дней он, конечно, не сохранился. Купол малой мечети через паруса упирался на три внешние стены и на смежную стену большой мечети. Большой купол лежал на невысоком восьмигранном барабане. Перекрытия были выполнены из легкого пористого туфа. Но о том, как это все выглядело, мы, к сожалению, можем только догадываться. Предположительно, именно здесь находились монетный двор и дворец, который дал название поселению. Эскисарай с татарского Старый Дворец. Но время не пощадило сооружение и до наших дней дожила лишь мечеть. Долговечность храма обеспечила надежность конструкции. Традиционно места поклонений являлись и точками сбора населения в случае опасности. Так что их делали на совесть. Стены, выполненные из мелкозернистого песчаника, достаточно толстые. Более метров в толщину. А вот для декоративных элементов использовали известняк. Три стены имеют по пять окон. Два квадратных на первом ярусе, два полуциркульных на втором и одно круглое у основания купола. Восточная стена почти полностью перекрыта малой постройкой. Только посмотрите сюда. Бетон. Конечно, это не дело рук зодчих 14 века. Просто в 1969 году была проведена консервация руин. Трещины залили специальным составом, а окна укрепили железобетонными плитами. И все же справедливо будет заметить, что и прямо сейчас строение нуждается в реконструкции и облагораживании территории. Несмотря на то, что мечеть официально признана памятником культуры, она не восстанавливается. Более того, продолжается активная застройка территорий домами местных жителей. И все-таки невероятно интересно было побывать в столь древнем здании, что даже не верится. Насколько много удивительных вещей находится у нас под боком. Удивительное рядом. Путешествуйте, развивайтесь и будет вам счастье. Ну а теперь самое время переместиться на гостевую площадку, потому что в студии у нас уже гости. Да, у нас в гостях начальник симферопольского отряда Крым-СПАС Максим Андреевич Козлов. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, 8 марта у нас на носу. Обещают хорошую погоду. Я думаю, многие обязательно отправятся в лес. И, как всегда, лес, природа – это все-таки риск, это небольшая опасность, если вести себя неправильно. И начнем вообще о безопасности на природе. Как себя обезопасить? Что необходимо сделать? Ну, в первую очередь, нужно подумать о том, что мы хотим получить в этот день. Если мы не хотим получить неприятности, то нужно здраво оценить свои возможности и построить планы в соответствии с своими пожеланиями, погодой. Ну, тем, что мы хотим, собственно говоря. И тогда, в принципе, все у нас будет хорошо. Из активной безопасности вам обязательно нужен с собой мобильный телефон. Потому что мы люди достаточно цивилизованные сейчас, очень привязанные ко всему этому. То есть заряженный мобильный телефон – это обязательно то, что вам нужно иметь с собой, когда вы выбираетесь в лес. Ну и, кроме всего, голову, чтобы не делать глупостей и ошибок. Вот сейчас весна, да? Вот весна в Крыму. Какие это опасности, я бы так сказал, особенно в горной местности? Что вообще сейчас там происходит? Насколько я понимаю, снег, да, лежит в горах? Ну, на самом деле, как бы, несмотря на то, что Крым достаточно маленький, погода отличается очень здорово. То есть на относительно большой высоте, там, от 1000 метров лежит снег, и снега достаточно много. Ниже – это уже почти весна. Но это тоже не очень добавляет позитива, потому что грязь, а народ активно выезжает в лес на автомобилях, разной степени готовности к этому. И у нас совершенно не неожиданность. Это застрявшие автомобили с детьми где-то там, откуда люди выехать самостоятельно не могут. Вот не так давно на Айпетре, да? Ну, это было и на Айпетре, и недалеко от Симферополя. То есть эта ситуация достаточно обычная для межсезонья и зимы в Крыму. А вот скажите, зимой сосредоточено внимание спасателей на горах, летом на море, а вот в диме сезон, осенью и весной какие области? Ну, к сожалению, вы ошибаетесь. У нас сезонности четкой, в общем-то, нет. Разница только в том, это характер проблем, которые возникают в той же самой горно-лесной местности. Если, скажем, зимой это больше лыжники, саночники и так далее, летом это активные туристы, которые там ходят с рюкзаком на несколько дней, да? В межсезонье, если это осень и там вторая половина весны, это грибники, их огромное количество. Ну и кроме всего прочего, в последние лет 15, наверное, очень сильно увеличилось количество людей, которые на уикенд выходят в лес. И, конечно, ну какая-то сезонная игра, количество этих людей в выходные, она есть, но она несущественна. То есть почти не зависит от погоды, сколько людей вы увидите на каком-то небольшом пешеходном маршруте. Ну вот сейчас, да, 8 марта, все-таки, я даже знаю, многие знакомые планируют лес, потому что погода, во-первых, и уже соскучились люди. Что в первую очередь необходимо сделать? Телефон зарядили. Вот вы сказали, автомобили, да, часто очень в грязь. Ну не надо лезть туда, где вы не уверены, что пройдете и проедете. Потому что большинство нас, современных людей, мы люди очень городские. И представление о собственных возможностях и о возможностях того же самого автомобиля, на котором мы выбираемся в лес, мы не всегда оцениваем здраво. Поэтому лучше, ну как бы, рассчитывать на то, что вы это сделаете дважды. Да, вот если там, условно говоря, колея 5 сантиметров, а у вас автомобиль там Lada Largus, то уже надо подумать, имеет ли смысл съезжать с асфальта. Это касательно автомобильных проблем, которые возникают. Очень важный момент, об этом мы говорим всегда, это алкоголь, особенно в празднике. Ну то есть это совершенно не лучший наш попутчик в лес и в горы. Ну на это надо смотреть очень сильно внимательно. У нас сколько часто действительно именно вызывают, в частности, ваш отряд, именно потому что человек в алкогольном опьянении, какое-то произошло с происшествием. Ну много. Часто, да? Да. Значительно чаще, чем хотелось бы. А ложные вызовы случаются? Ложные вызовы, ну в горы, в лес, на самом деле, достаточно редко. То есть, ну и слава богу, потому что это и затратно, и время, на которое отвлекаются люди. В городских условиях, да, достаточно часто. А какая должна быть причина для того, чтобы с чистой совестью можно было позвонить вам? Вы знаете, вот это очень хороший вопрос, на самом деле. Позвонить нам нужно тогда, когда у вас возникла любого рода проблема. Потому что мы, ну по роду деятельности, да, мы более адекватно можем оценить эту проблему. И если с этой проблемой вы, на самом деле, справитесь легко, то мы вам это подскажем. Мы ни в коем случае не герои. Вот это совершенно идиотское представление о спасателях, как и людях, которые хотят совершить подвиг. Нет, мы нормальные люди, мы хотим спокойно жить. И если, как бы, ситуация абсолютно проста, и вам нужно просто что-то подсказать, вы даже никогда не увидите себя спасателями. Разговора с оперативным дежурным будет достаточно. Но если мы понимаем риски, которые возникли у вас, то чем раньше мы начнем работать, тем лучше. Потому что, ну, очень часто и густо случаются ситуации, когда люди пытаются решить свою проблему сами и загоняют ее глубже и глубже и глубже. Кто-то потерялся там при сборе грибов или там гуляя в лесу. Вот. И первые два-три часа мы ищем сами. Ну, что тут? Тут все понятно. Да, три елки и два куста. А когда стемнело, мы понимаем, что, в общем-то, мы ничего не смогли сделать и не понимаем, что делать дальше. Тогда мы звоним спасателям. Спасатели радостно приезжают в глубокую ночь. Ну, и эффективность наша, она сильно ниже в итоге. Вот. То есть не надо бояться звонить спасателям. Как бы, если без нас можно обойтись, мы об этом вам обязательно сообщим. Спасибо огромное за, самое важное, продуктивную беседу. Надеемся, что в праздничные дни у вас работы не будет. Ну, или максимально так на телефоне. Очень на это надеемся. Но все зависит от вас, дорогие граждане. Ну, а нам перемещаться пора далее по сценарию нашего эфира. Далее мы вышли на улицы Симферополя и спросили, вот подорожание интернета было недавно, насколько оно ощутимо? Мнение прямо сейчас и узнаем. Мне не понравилось. Во-первых, это скачок очень большой. И каждый привязан вообще-то к интернету. И мне кажется, это слишком. Хотя в прессе говорят о том, что увеличивается на 20%, но там все 50, наверное, процентов. Это много. Меня устраивает то, что у меня есть. Никто не заметит 100 рублей. Пардон, еще не подключился, только прилетел. Не могу ничего сказать. Я не интересовался особо, поэтому не могу ответить. Конечно, нет. Конечно, желательно, чтобы у нас вообще интернет был бесплатный, 5G, и через спутник, а не через провод. Давно уже пора. Я думаю, что технологии все есть. И наш президент об этом, по-моему, говорил во время послания к федеральному собранию. Понимаете, что там есть какие-то затраты. Скорее всего, значит, так надо, если поднимается тариф. Дело конкуренции. Ну, честно сказать, у нас не выросли. Вот лично у меня цена нового года на интернет не выросла. Если тот же интернет брать, он достаточно нормальный, скорость меня устраивает, потому что в Феодосии, откуда я родом, хуже интернет в разу, чем здесь. Да все цены выросли, не только на интернет. Когда растут цены, это разве нормально? Конечно, не нормально. Я хочу вообще уйти от этой темы, потому что тема повышения цен, она настолько задевает все слои населения, она не безразлична людям. Это не очень правильно, наверное. Несмотря на подорожание, как вы понимаете, интернет такая вещь, без которой не быть. И в современном мире крымчане достаточно активно сидят в социальных сетях и вообще во всемирной паутине. Да, и поэтому сейчас самое время узнать, что же мы нашли для вас. Самое интересное. Симферополь. Улица генерала Васильева. Такие сюрпризы могут скрываться за облаком пыли. В комментариях пишут, что водитель сам виноват, ведь обгон с правой стороны запрещен. Не нарушайте правила дорожного движения. Село Ленинское Красногвардейского района. Состояние дорог оставляет желать лучшего. Автор видео показал и детскую площадку. Сделана она относительно недавно, но часть уже успели сломать. Комментируя, пользователи задаются вопросом, кто это сделал. Ведь из-за таких людей, несмотря на все усилия, улучшить инфраструктуру крымских сел никак не удастся. Алушта – кольцо на Ялтинском шоссе. Один водитель не соблюдал безопасную скорость, второй не уступил дорогу. Итог – ДТП. В комментариях отмечают, что место очень опасное, и подобные происшествия не редкость. Противостояние водителей и пешеходов не утихает. Проблема парковок не решена. Уважаемые автолюбители, если вы уже решили нарушать правила, оставляйте хоть немного места для прохода, а лучше и для проезда мам с колясками. Снова жалоба на маршрутное такси в Симферополе. Как пишет автор, водитель выгонял на каждой остановке пенсионеров с удостоверением, мотивируя это тем, что нет сидячих мест. При этом за деньги ехать можно. Да, отвратительная ситуация, учитывая то, что многие люди давно знают и признали, что самыми агрессивными являются именно водители маршруток. Ну а теперь к более доброй новости, хотя тоже, опять-таки, она очень странная. Были такие социальные роботы, которые назывались джиба. Они выполняли обязанности домашнего питомца, понимали, общались с вами, выполняли какие-то простые команды. И в марте их стали отключать, они исполнили прощальный танец, спели песню и сказали, что, может быть, однажды, когда роботы станут более продвинутыми и будут у всех, ты скажешь своему, что я передавал привет. Мне даже стало в какой-то момент грустно, и, наверное, этот ритуальный прощальный танец тоже меня как-то очень сильно поразил. Но что я вам хочу сказать, что их отключают из-за несовершенства, а кого точно никогда не отключат, потому что это самый настоящий, живой и верный друг, это собачка, которую вы можете взять из приюта и прийти в себя дома. Давайте прямо сейчас с ней и познакомимся. Солнышко Брайт очень ответственный и внимательный. Он умеет охранять и дружить. Добрый и любящий парень. Он очень красивый, но грустный, потому что люди его взяли и предали. Звоните. Пусть солнечному псу повезет. Плюс 7978-863-1103. Если вы возьмете, хотел сказать, джиба. Нет, джиба это робот Абрайт, это кличка собаки, которая только что была вам представлена. Если вы ее возьмете, то знайте, что время у вас погулять с ней будет точно. Потому что глава Крыма подписал указ, дополнительных четыре выходных дня у нас будет в этом году. Итак, это 29 апреля, это 17 июня, это 4 июня и 12 августа. Это религиозные праздники будут у нас с этим связаны, выходные дни. Поэтому нет таких оправданий, что у меня нет времени на собаку и так далее. Все, дополнительно четыре дня еще отдыхаем в этом году. Новость замечательная, мне кажется. Мне кажется, самая главная проблема в собаках, это то, что им нужно вставать в 4 утра срочно, обязательно, вместе со всеми. И количество праздников, к сожалению, на них не влияет, потому что им хочется вставать рано утром каждый день, всегда. Ну а мы тоже любим вставать с утра, ничего страшного. И, в частности, Ольга Литвиненко прямо сейчас находится на улицах Симферополя и готова с нами связаться. Доброе утро, Ольга. Доброе. Доброе утро. Доброе утро, Никита. Доброе утро, Алиса. Вы, наверное, заметили, когда выходили из дому, насколько у нас потеплело, насколько стало тепло. И хочется сказать о том, что зима постепенно отступает от своих владений. И не будем забывать, что это неделя масленичная. В частности, сегодня среда, маленький экватор недели, и каждый день на масленицу имеет свое название. Этот день называется Лакомка. И нужно отправляться по старым законам, по поверьям, к тёще на блины. Поэтому тёща уже блинов напекла, и нужно в скором времени каждому отправиться, сходить в гости, навестить свою тёщу. Также я прогуливаюсь по парку, заметила, как запели птицы, как стало хорошо на душе. Вот с утра идёшь, и птички-то поют уже. Затянули свои песни. Хочется сказать теперь о погоде. Ну, не холодно. Морозов я не чувствую. Не замёрзло. Вот. На улице сейчас плюс 6 градусов тепла. Повысится эта отметка. Повысится к обеду до плюс 11. Вот. Небо будет затянуто тучами, но без осадков. Влажность также повышена. 81% влажности. Вот. Ну, дорогие друзья, я передаю вам слово. Желаю хорошего настроения. А всем тем зрителям, которые нас смотрят, собирайтесь, выходите на работу. Всем хорошего дня. Студия, вам слово. Уважаемые тёщи, на работу не выходите. Подождите, сначала блины напеките, правильно? Хорошо, когда есть тёща, а когда её нет к кому идти, к чужим тёщам. Да, но нужно обязательно напрашиваться в гости, поэтому нужно серьёзно подумать над этим вопросом. Ну, а сейчас нужно посмотреть самые интересные новости интернета, которые мы подготовили для вас. Поймать красивый кадр не так-то и просто, а вот уронить телефон – дело не хитрое. В погоне за скрытым от глаза видом герой видео выпустил из рук гаджет, и он провалился за решётку. Достать его из дренажной системы будет нелегко, так что паника горя оператора – понятно. А ведь кадры и правда красивые. Да и, судя по всему, вернуть прибор удалось. Спасительная шутка. На видео мужчина решил подшутить над случайным прохожим и на ходу похлопал его по плечу. Удивлённый человек обернулся и никого не нашёл. Но что он увидел, так это едущий навстречу автомобиль. Благо ему вовремя удалось увернуться от торчащей в бок штанги. Вот что значит, когда шутка к месту. Правда, иногда с юмором можно и переборщить. Мопедисты решили показать велосипедисту, кто на дороге главный, подрезав его. Кто же знал, что у героя с собой фейерверк и специальное приспособление для его запуска. Скрыться у обидчиков не получилось. Как говорится, не рой другому яму. Вдруг у него есть салют. Ученики младшей школы организовали большую сюрприз-вечеринку, чтобы поздравить своего завхоза. Эмоции мужчины просто не могут оставить никого равнодушным. Секундное удивление моментально оборачивается слезами радости. Всегда приятно, когда к тебе относятся с любовью и уважением. Не забывать заботиться нужно не только о себе, но и о братьях наших меньших. Занимаешься спортом? Возьми своего питомца с собой. Домашний любимец упражняется в ходьбе вместе с хозяйкой. Мнения пользователей разделились. Кто-то утверждает, что животное должно получать физическую нагрузку в естественных условиях. А кто-то спрашивает, где купить такой тренажер для своего. Куриная ловкость поразила автора следующего видео. Никто бы и не подумал, что у этих птиц так хорошо с балансом. Действительно, эквилибристический прием выглядит непростым. А что делать? Нужно же как-то перебраться на другую сторону, когда лететь ну совсем неохота. Напоследок завораживающий вид. Спортсмен с вингсьютом спускается вниз вдоль горного хребта. Выглядит, конечно, опасно, но вид того стоит. Главное приземлиться на ноги. Планеристу пожелаем удачи, а вы только полюбуйтесь этой красотой. Ну а мы хотим полюбоваться другой красотой видами нашего города, потому что мы уже можем посмотреть на площадь Ленина. Ну что я вам хочу сказать? Ну солнышко не видно, это немножко, конечно, огорчает, но зато сегодня тепло. Да, и мы видим самое важное, что город потихоньку просыпается. Есть уже некое движение и пешеходов во площади Ленина. И главное, что мы видим движение, а не пробку, и это тоже очень хорошо. Да, и движение автомобилей, да, есть, поэтому я думаю, что вскоре город вообще уже проснется полностью. И, возможно, пробочки уже даже в этом месте у нас будут. Ну а я потихоньку перехожу к следующей камере. Вот, кстати, заметил, да, велосипедиста показывали. Я тоже заметила, что уже отправляются люди на велосипедах на работу. Это очень действительно хорошая практика, и сейчас уже самое время пересаживаться на такой экологически чистый вид транспорта. Ну или, конечно же, ходить пешком. Ну а это, видишь, повезло тому, кто живет более-менее близко от работы. Тогда это уникальная возможность. Вот наверняка, вот что эта женщина делает вот в центре Керчи? Это город Керчи, друзья, перед вами он прямо сейчас представлен. Керчи как-то традиционно в это время пусто. Но тем не менее, вот видишь, уже вот две дамочки идут куда-то. И собачка, да, у нас собачка есть еще у нас. По всей видимости, на работу и прогуливаются. Я искренне верю, что скоро встанет все-таки солнышко, потому что пока что хмурый вид не внушает доверия. Ну, возможно, он и хмурый, но тепло, тепло достаточно у нас. Давай еще посмотрим одну вип-камеру хотя бы. Ну, давай, например, город Севастополь. Попытаюсь я сейчас показать. Итак, легендарный Севастополь. Готов ли у нас к выходу на экран? Готов, готов. Прямо сейчас мы его увидим. Вот, площадь Нахимова. Кстати, я думал, намного больше будет людей. Вчера в это же время, примерно, мы показывали. А погода была хорошая. Наверняка многие отказались от транспорта и решили действительно по твоему совету прогуляться пешком, потому что светило солнышко и сейчас все не так. Почему-то очень хмуро. Выглядит так, как будто бы сейчас ноябрь, а не март. На самом деле, ну хорошо, что нет солнца. Пусть будут ощущения обманчивыми, пусть там на самом деле будет тепло и очень скоро еще и солнечно. Солнца нет, но тепло, действительно, по-настоящему тепло. И это самое главное, мне кажется, особенно после зимы. Хотя солнце так хочется, если бы два в одном сразу. Ой, замечательно. Надеюсь, выходные такие, друзья, у нас и будут. Ну, все, с вип-камерами мы закончили. И пора нам перемещаться далее по эфиру. И у нас, между прочим, тема очень важная, тема очень актуальная — лифты. Вообще, как правильно вести себя в лифте, прямо сейчас Ксения Шабановская нам и расскажет. Удобное изобретение лифт. Нажал кнопку и оказался на нужном тебе этаже. Но технологии нередко оказываются непредсказуемыми и могут подвести в самый неудачный момент. Если вы вдруг оказались в подъемном устройстве, нужно понимать, как себя вести. Хозяйка этих собак не раз оказывалась в подобной ситуации. Первый раз она была не одна. Ее сопровождали верные четвероногие друзья. Я позвонила соседке сверху, моей Татьяне. Она спустилась вниз, сказала, что мы застряли. В принципе, где-то в течение семи минут нас освободили. И второй раз было уже без собак тоже. Не помню, то ли в магазин, то ли куда я шла. Она застряла днем. Позвонила тоже соседям, потому что я не записываю телефон кремлифта. Они зашли в первый этаж и, в принципе, тоже где-то в течение 10-12 минут меня освободили. В экстренных ситуациях люди ведут себя по-разному. Кто-то сохраняет спокойствие, как Мария, а кто-то лихорадочно начинает стучать по стенам лифта, звать на помощь. У некоторых даже развивается клаустрофобия. А вы придите в пятый дом, прокатитесь, четвертый подъезд. На свой этаж попасть невозможно. То есть он застревает на нашем этаже, нужно либо вверх ехать, чтобы дальше выйти, либо на этаж ниже. Там тоже бывает застревает, то есть кататься приходится туда-сюда. Я никогда не застревала. У нас сейчас поменяли новые лифты, прекрасно. Вообще супер. Мне так нравится. Во время блокаута, наверное, последний раз лифти застревал. В каждом лифте есть инструкция и номера аварийной службы. С момента вызова специалиста до полного освобождения должно пройти максимум полчаса. При панической атаке в замкнутом пространстве учащается дыхание. Соответственно, вы потребляете больше кислорода, который наоборот, нужно экономить. Если вы застряли в лифте, ни в коем случае не нажимаем кнопки подряд и одновременно, вам понадобится всего лишь одна кнопка – кнопка вызова диспетчера. Зажимаем буквально пару секунд. Вызов принят. Здравствуйте. Если вы нас слушаете, помогите, пожалуйста, я застряла в лифте. Что мне делать? Девушка, не переживайте. В пятом пришли кайлика, в тысячи десяти, за пять минут, когда я не знаю, где вы посмотрите. Вы с какого этажа едете? Спасибо большое. Пятый этаж. Я не знаю, как это получилось. Лифт остановился и все. И дальше никуда не едет. Примерно между пятым и четвертым этажом, я думаю. То есть один не поехал, да? Да, все верно. Меня попросили не переживать, заверить, что все будет хорошо и что сейчас подъедет механик. Ежедневно в службу по контролю работы лифтов поступают сотни звонков. Часто приходится отвечать на несколько сразу. Любовь Кудрявцева работает диспетчером уже более двадцати лет, умеет подобрать слова и знает, как успокоить пассажиров. Маршала Жукова, 17. 17. Грузовой лифт. На каком? На седьмом этаже стоит открытый. Это диспетчерский комплекс. Обрабатывает информацию в лифтах, показывает, на каком этаже и в каком доме находится подъемник. Обеспечивает двухстороннюю связь. Здесь контролируются звонки не только из Симферополя, но и других крымских городов. Проспект Победы, 64. Один работает, два лифта. Один работает, один выключенный. На нем нет напряжения. Он в нерабочем состоянии. Занимается его устранением неисправности. Но так было не всегда. Первый подъемный аппарат значительно отличался от современного прототипа и появился во дворце французского короля Ледовика XV в Версале. Механизм работал при помощи одного-двух человек. В 1800 году для этих целей впервые применили паровую машину. Современное же поколение лифтов полностью механизировано. Вот это все лебедка, это редуктор, это электродвигатель, это тормоз. Это ограничитель скорости. Единственное различие со старыми лифтами – это станция управления. Теперь в современных лифтах стоит плата управления и частотник. Частотный преобразователь, который регулирует плавность хода лифта. Лифт удерживает одновременно три троса. Каждый из них выдерживает вес кабины. Даже если предположить, что один из них все-таки повредился, конструкция все равно должна выдержать вес подъемника и пассажиров. Ксения Шарапановская, Олег Бойко. Утро нового дня. Ну что ж, еще раз здравствуйте. Сегодня 6 марта. Мы с вами встречаем второй час нашей программы. И теперь наверняка самое время поговорить о новостях, которые подготовили наши корреспонденты. Рассказывайте, рассказывайте. Будем говорить о самом важном, потому что сейчас будем говорить и обсуждать беспрецедентный опыт, о котором еще не говорили. Коллекция государственных наград российского Крыма создана одним из авторов и объединена общей идеей. Спустя пять лет после возвращения полуострова в родную гавань наши журналисты встретились с человеком, который принял непосредственно участие в создании символики для написания новейшей истории Крыма. Мария Красновицкая продолжит. Всем добрый день. Лауреат Государственной премии России, заслуженный художник Украины и профессор Сергей Милокумов впервые встретился со студентами еще 15 лет назад. С тех пор на его лекциях не бывает свободных мест. Здесь, на основном месте работы, он рассказывает об основах художественной графики и дизайна. Но за стенами вуза миру открывается совсем другой человек. Свой опыт профессор Милокумов передает не только на лекциях. Его глубокие знания в области истории, нумерологии и эзотерики на себе носят сотни крымчан. Речь идет о государственных наградах Республики Крым, которые были разработаны после того, как полуостров присоединился к Российской Федерации. Сергей Александрович, здравствуйте. Добрый день. В этой мастерской в 2015-м начался беспрецедентный опыт. Один автор и одна идея легли в основу серии орденов, медалей и нагрудных знаков, которые теперь получают граждане за возвращение полуострова в Российскую Федерацию и не только. Награды, ну как создаются? Была какая-то битва, ну сделали награду. Была еще битва, ну еще сделали. То есть это все растянуто во времени. Когда работаешь над знаком, над наградой, над медалью, ты видишь это как произведение дизайна, как произведение искусства. Как только это вручается, это уже становится символом, это уже становится историей. В мастерской художника и дизайнера хранятся нулевые экземпляры всех наград. По эскизу их отливают в Москве и возвращают на полуостров. Это первая и самая высокая, которая появилась в российском Крыму, почетному гражданину республики. В ее основе солнце, а орнамент хранит глубокий смысл. Я полностью раскрыл это солнце по определенному количеству лучей. Тут лучи есть как заходящие, так и восходящие. Гармония мужского-женского начала, то есть абсолютная дуальность. Плюс в этом знаке у нас просматривается сам крест Андрея Первозванного. Если вы видите, то есть он абсолютно отномечен. И он украшен, естественно, лавровым венком. За этой наградой последовало еще полтора десятка рукотворных символов. На всех в разных вариациях нанесен Андреевский крест, как обращение к истокам зарождения русской земли. Учитывая многонациональность полуострова, верование его жителей и даже пол, каждый из знаков отвечает предъявленным требованиям. Поработал автор и над их защитой. Я сделал все возможное. То есть я перенес изображение на гурт, пластику, что мало кто делает. И литьем это достаточно сложно сделать. Это дорого. Потому что все поделки, как правило, люди стремятся побыстрее заработать с малыми затратами. Плюс это специальные металлы. Здесь раз, два, три, четыре формы, которые потом соединяются и получаются, ну такая, скажем, классная, классная. Настоящая. Вот это настоящий орден. Сегодня Сергей Милокумов разрабатывает нагрудный знак столетию основания Крымского федерального университета. Пишет картины и ставит перед собой высокую цель. Он живет в Ялте и мечтает вернуть городу славу места, где принимаются значимые исторические и политические решения. Мария Красновицкая, Иван Евдокимов, Новости 24, Ялта. Долгострои и заброшенные объекты в прошлом. В Армянске после 20 лет простою открылся обновленный детский сад. В здании провели капитальный ремонт, завезли новое оборудование. Теперь дошкольное образование стало доступным для 110 малышей. Учреждение отремонтировали по федеральной целевой программе. А вот уже в рамках республиканской адресной инвестиционной программы в городе реконструировали еще один объект. Плавательный бассейн в спортивной школе. О новых объектах и их посетителях расскажет Евгений Адобжик. Маленькому Севе нет еще и двух лет, но он очень смышленый и общительный. Совсем скоро малыш станет частью дружного коллектива в детском саду. Он рядом с домом. Мама мальчика Елена не скрывает радости. Очень довольны. Долго ждали. Но дождались. Только положительные впечатления. Очень рады. Сад отличный. Все нравится. Надеюсь, будут хорошо воспитатели, няне. Здесь оборудованы помещения для групп. В каждом есть игрушки, методический материал для педагогов. На прилегающей территории детей ждут современные горки и качели. Мы постарались сделать все возможное, чтобы детям в нашем детском саду было комфортно, а самое главное – безопасно. Безопасности в этом детском саду уделили особое внимание. Его воспитанникам ничто не должно угрожать. Каждая группа детского сада оборудована специализированными экранами. По сути дела, это обычный домофон, с помощью которого можно идентифицировать любого человека, входящего в детский сад. Кроме этого, и вся прилегающая к детскому саду территория находится под прицелами десятков видеокамер. Уже со следующей недели в стенах этого сада зазвучит детский смех. А пока – торжественный момент и знакомство с новой территорией детства. За последние несколько лет мы ввели в эксплуатацию детский садик в 2017 году «Светлячок». Модульный блок «Белоснежки». Сейчас строится детский сад в селе Перекоп. И сегодня прекрасное яркое событие, долгожданное для жителей нашего города. Мы открыли детский садик «Солнышко». На сегодняшний день очередь детей от 3 до 7 лет в городе, в муниципальном округе Армянска, она отсутствует вообще. Но открыл свои двери для воспитанников не только детский сад. Плавательный бассейн, спортивная школа уже готов встречать первых спортсменов. С нетерпением ждет занятие Руслан Зинчук. В копилке его спортивных достижений – медали по легкой атлетике и значки ГТО. Бег, подтягивания и отжимания юный атлет сдает на отлично. А вот о рекордах по плаванию пока только мечтает. Сегодня у меня и у моих одноклассников появилась прекрасная возможность тренироваться в этом прекрасном бассейне. Не только летом, но и зимой. Кто знает, может в будущем я стану и олимпийским чемпионом именно в этом виде спорта. Стремишься к этому? Да, я очень к этому стремюсь. Здесь созданы все условия, чтобы Руслан добился высоких результатов. Бассейн реконструирован в соответствии с требованиями времени. Четыре дорожки по 25 метров, климат-контроль, специальная система очистки и дезинфекции воды, а также душевые раздевалки. Все это удалось подрядчику сделать за полгода. Реконструировали бассейн в рамках республиканской адресной инвестиционной программы. Стоимость спортивного объекта – 27 миллионов рублей. Вот этот бассейн простоял 6 лет. Он не работал. И детям негде было. За 6 лет он опять возобновил свою работу. Единственный бассейн в северном Крыму, где могут заниматься не только дети и жители города Армянска, но и соседних городов и районов. Руководство спортивной школы вместе с учителями разрабатывает не только план уроков для школьников, но и график факультативных занятий. Теперь плаванием в Армянске может заниматься любой желающий круглый год. Евгения Довжик, Дмитрий Лалетин, Новости 24, Армянск. А вот в Международном аэропорту Симферополь открылась выставка, частью которой стали уникальные документы, среди которых, например, карта Крыма 1811 года. Также есть уникальные автографы Менделеева и Багратиона. Там очень много всего интересного, начиная от реклам прошлого века и брошюр о Евпатрийском курорте 1912 года. Я всем советую обратить внимание, если вдруг вы окажетесь там случайно, на эту выставку, потому что наверняка вам будет интересно. Кроме того, в аэропорту проходит выставка-фото-выставка «Крым глазами петербургцев». Там также показаны интересные и уникальные фотографии и копии советских документов. Многое другое. Ну, вообще, достаточно много мероприятий из мира культуры проходит на полуострове. Ежедневно и подробнее, что нас сегодня ожидает, давайте прямо сейчас посмотрим. На основной сцене в Крымском Академическом Русском Драматическом Театре имени Горького вас ожидает постановка «Номер с фруктами». Виртуозная комедия об обычной жизни, где сплетаются неловкие ситуации, забавные перипетии и комедийные путаницы. Главный герой, помощник губернатора, снимает номер «Люкс» для свидания. Но внезапный приезд начальника ломает планы романтической встречи. Спектакль поставлен по пьесе популярного автора Александра Коровкина. Начало в 19.00. В Симферопольском художественном музее выставка произведений Адама Катца. Кисти крымского живописца второй половины 20 века принадлежат портреты Щеглова, Брамса и других. Эти дны зарисовки, портреты и пейзажи понравятся любителям живописи. Выставка продлится до 21 апреля. Сегодня на киноэкранах российская комедия «Любовницы». Три бывшие возлюбленные решают отомстить неверным мужчинам. Когда цель достигнута, у подруг появляется идея – помогать таким же, как они, сестрам по несчастью выводить на чистую воду до личных изменников. Ведь таких, как они, тысячи. Главные роли в фильме исполнили Паулина Андреева, Александра Бортич и Юлия Александрова. Также в этот день на киноэкранах военно-исторический фильм «Табол». Приключенческая история о молодом офицере. По заданию царя он отправляется в столицу Сибири, где ему и предстоит встретить настоящую любовь и столкнуться с интригами и заговорами против себя. Фильм динамичный и зрелищный. Дуэт в исполнении Андрея Бурковского и Агаты Муценицы мало кого оставит равнодушным. Время сеансов вы можете выбрать самостоятельно. Время сеансов выбрать можете, но оцены на топливо нельзя, потому что она какая есть, такая есть, так покупать и будем. Но вот вы можете лишь выбрать вид топлива, которым вы хотите заправить свой автомобиль. В частности, газ стоит на полуострове на сегодня 27 рублей 96 копеек. Дизельное топливо 51 рубль 31 копейка, 92-й 47 рублей 21 копейка, 95-й 50 рублей 35 копеек и 56 рублей 59 копеек. Стоит 98-й бензин. Я не знаю, каким топливом заправляются наши биатлонистки, которые вот сегодня выступали в Красноярске, но результат, честно говоря, какой-то невообразимый. Первые, внимание, 6 мест. Спринтерская гонка вот совсем недавно прошла, несколько минут назад закончилась. Первые 6 мест у нашей сборной. Первое место Екатерина Машкова, второе Ирина Казакевич и третье Тамара Воронина. И как вы понимаете, да, вот 8 часов 10 минут на часах, а уже наши биатлонистки в Красноярске 3 медали в копилку сборной принесли. Молодцы, однозначно молодцы. Ну а давайте узнаем, рубль молодец или нет, что же, какие у него отношения прямо сейчас с долларом, с евро. Итак, доллар стоит на сегодняшний день 65 рублей 80 копеек, а евро 74 рубля 50 копеек. Рубль молодец, потому что он где-то посредине находится, потому что доллар растет, евро падает. Ну а рубль молодец, почему бы нет. Так же, как и наши спортсмены. Слушай, ну действительно, первые 6 мест. Я не знаю, как это возможно. Ну, молодцы, молодцы, все честно. Совсем недавно мы с тобой рассказывали о том, что есть такая технология, которая ищет людей по фотографии и находит их в любых социальных сетях. Но ее запретили, потому что это нарушает права конфиденциальности. И вот эта же компания решила заниматься и сотрудничать с торговыми центрами, собирать информацию о посетителях. Как они говорят, это будет обезличено, но аналитики сомневаются в том, что это возможно, потому что любой сбор информации, особенно, то есть, какое-то видеонаблюдение, тем более, учитывая направление этой компании, очень сильно смущает вид обезличенности, потому что как это возможно, если компания занимается тем, что распознает лица людей и при этом говорится о том, что эта информация никуда не поступит. Ну, какое-то возникает сомнение. Дело в том, что в Крыму очень большое количество людей, которые знают друг друга. И если вдруг кто-то совершил какой-то проступок, то это сразу попадает в интернет. А из интернета к нам, поэтому сейчас самое время рассказать о том, что произошло в Крыму в нашей рубрике «Крым онлайн». Симферополь. Улица генерала Васильева. Такие сюрпризы могут скрываться за облаком пыли. В комментариях пишут, что водитель сам виноват, ведь обгон с правой стороны запрещен. Не нарушайте правила дорожного движения. Село Ленинское Красногвардейского района. Состояние дорог оставляет желать лучшего. Автор видео показал и детскую площадку. Сделана она относительно недавно, но часть уже успели сломать. Комментируя, пользователи задаются вопросом, кто это сделал. Ведь из-за таких людей, несмотря на все усилия, улучшить инфраструктуру крымских сел никак не удастся. Алушта – кольцо на Ялтинском шоссе. Один водитель не соблюдал безопасную скорость, второй не уступил дорогу. Итог – ДТП. В комментариях отмечают, что место очень опасное, и подобные происшествия – не редкость. Противостояние водителей и пешеходов не утихает. Проблема парковок не решена. Уважаемые автолюбители, если вы уже решили нарушать правила, оставляйте хоть немного места для прохода, а лучше и для проезда мам с колясками. Снова жалоба на маршрутное такси в Симферополе. Как пишет автор, водитель выгонял на каждой остановке пенсионеров с удостоверением, мотивируя это тем, что нет сидячих мест. При этом за деньги ехать можно. Странная мотивация достаточного водителя. И знаете, что это нарушение? Если вдруг вы застали при этом нарушение, то обязательно отправляйте в профильные службы номер автомобиля, номер маршрута и попытайтесь записать фамилию водителя. Это очень поможет наказать его, потому что это действительно неправильно. Да, и действительно не должны ущемляться даже пенсионеры, потому что их льготы, они обоснованы, и они не ездят бесплатно, а за них платит профильное министерство, поэтому это очень странное заявление водителей. Кстати, очень важно, если вдруг вам водитель говорит о том, что уже есть льготник в салоне, поэтому вы не можете туда заходить, это неправда. Льготники могут проезжать в любом количестве маршрутки, потому что, опять-таки, за них оплачено. И режиссер подсказывает, что у нас есть связь с нашим корреспондентом Ольгой Литвиненко. Она в курсе самых актуальных новостей. Доброе утро, Оль. Да, доброе утро. Действительно, Никита, я в курсе всех актуальных новостей. И сейчас я нахожусь на площади Ленина. Я не знаю, видели вы воочию или нет эту чудесную выставку к пятилетию Крымской весны. Друзья, я думаю, что каждому крымчанину стоит сюда приехать, для того, чтобы просто воочию увидеть, насколько изменился наш Крым. Сколько было всего сделано. Здесь видны изменения по каждой сфере. По банковской системе, по промышленности, а также сельское хозяйство. Везде мы видим стремительные прорывы, буквально во всех сферах. Вот хочется также, чтобы вы увидели наши новые дороги. И, друзья, тем, кто не в Крыму, но нас смотрит, нас видит, нас любит, хочется тоже, чтобы они увидели все эти изменения обязательно. Ну, выставка, вот приезжайте все сюда и смотрите, знакомьтесь, вспоминайте, переживайте снова и снова. Эти радостные для нас события, важные в первую очередь. Вот, ну, а теперь, друзья, к пробкам хочется сказать, что их нет. Потому что, наверное, уже люди, все поехали на работу и уже разъехались. Вот, к примеру, велосипедист едет. Не забываем про здоровый образ жизни, не забываем о том, насколько это важно. Вот потеплело ему, наверное, уже не настолько холодно, как раньше. Итак, вот, ну, пробок нет ни со стороны площади Советской, ни со стороны Центрального рынка. Ну, мне теперь следует двигаться дальше. Студия, вам слово. Спасибо. Спасибо большое. Глаз, как у орла, ничего не укроется от нашего корреспондента. А вот, между прочим, в России собираются натренировать и натаскать орлов для того, чтобы они сбивали незаконные дроны. Потому что, действительно, сейчас очень много зарегистрированных полетов. И особенно собираются разрешить ФСБ, МВД и ФСО правом уничтожать дроны во время митингов. Потому что, действительно, при большом скоплении людей воздушное пространство остается незащищенным. Мало ли, какая информация куда попадет. Поэтому, возможно, орлы будут регулировать и контролировать вопрос воздушного пространства. Ну, а нам пора двигаться дальше. И жизнь вообще такая непредсказуемая штука. И бывают всякие люди, например, бывают ограниченные возможности. Например, человек не видит. И Салья Салямова попыталась окунуться, перевоплотиться и пощупать же мир. Как это возможно вообще увидеть его с закрытыми глазами? Прямо сейчас сюжеты вы это и увидите. Поход в магазин, на работу, в театр или езда в общественном транспорте – привычные задачи многих людей. Только некоторые делают это все в кромешной темноте. Такова реальность слепых и слабовидящих. Наша съемочная группа решилась на время ослепнуть. В Крыму запустили социальный проект «Мир на ощупь». В специальных комнатах, стилизованных под рынок, кафе и улицу передвигаются во мраке. Мы же решили пойти другим путем. Отправной точкой стали настоящие улицы Симферополя. Задумывались ли вы, как ощущает себя человек без зрения, как это ориентироваться только на свои собственные ощущения? У меня есть сейчас уникальная возможность погрузиться в полнейшую темноту и на себе испытать все эти эмоции. Моим помощником будут только руки, слух и вот такая вот палочка. А еще Алла Полюхович, которая и вводит меня в свой мир. В нем покупка билета в цирк – непростое испытание. Но только не для моего гида. Для меня – дезориентированный. Лучше берем подальше. Очень режет звук близко сидеть. После нескольких неудачных попыток выйти из здания, мы оказываемся на улице. Следующий пункт – кафе. Подъем по лестнице, который в обычное время занял бы секунды, затягивается на долгие минуты. Все это время меня сопровождает страх удариться или упасть. Мы ориентируемся на дорожку. Вот всегда ищем чего-то. Главная подсказка. Да, да, чтобы что-то было. Так, дорожка заканчивается. Да, давайте теперь я слушаю. Моя спутница уверенно ориентируется в пространстве, при том, что Алла не видит с детства. Родилась зрячая с диагнозом глаукома. Неудачная операция, после которой один глаз было не спасти. А уже в 10 лет наша героиня окончательно ослепла. Как и все незрячие, теперь ориентируется с помощью других органов чувств. Внешность человека может описать, услышав только его голос. Каким образом, это загадка и для самой Аллы. Примерно моего роста, может, даже чуть ниже меня. Волосы темные. Глаза, скорее телосложение. Ну, больше я бы сказала худощавое, худенькое, наверное. Больше всего хотела бы вспомнить внешность своих родителей. Но память выдает лишь фигуры. Зато, как и любая девушка, не забывает о своем внешнем виде. Поход по магазинам – небольшая радость в мире темноты. Много времени провели в обувном. Шопинг удался. Такой каблучек мне больше нравится. А таких черных нет, да? После примерки отправляемся в аптеку. Там для нас нет никаких подсказок. Но мой экскурсовод сразу определяет местоположение кассы по шелесту денег. Мне слух все еще отказывается помогать. С трудом разбираю голоса покупателей. По прошествии часа с повязкой на глазах чувствую себя все так же неуверенно. А темнота вызывает ужас. Но для людей незрячих это совершенно другая жизнь. Полная ярких красок и ощущений. В 2009 году наша героиня установила рекорд по прыжкам с парашютом в открытое море. Я вам скажу, что очень интересные ощущения, конечно. Хотя ты не видишь, что вокруг тебя, да? Но то, что ты летишь как птица, и ты чувствуешь этот полет. Конечно, это здорово. Весь путь в темноте я мечтала о том моменте, когда наконец-то сниму повязку с глаз. Увижу привычный цветной мир. Красоту и прелесть которого мы перестаем замечать, спеша по своим делам. С Алия Салямова, Сергей Козырь. Утро нового дня. А ведь действительно нужно просто чего-то лишиться, для того, чтобы понять его настоящую ценность. Да. Ну, это серьезно не утренняя тема. Сейчас самое время отправиться на гостевую площадку, потому что... Нет, немного позже. Нет, позже. Да, мы это сделаем позже после следующего сюжета. А пока у нас еще есть время поговорить с тобой, я скажу отличную новость, которая произошла вчера буквально. Огромный астероид диаметром 42 метра пролетел на расстоянии 441 тысячи километров от Земли. А это чуть больше, чем до Луны. То есть не так далеко, а вроде и далековато, на самом деле, кажется. Поэтому, друзья, это хорошая новость, но плохая в том, что он вернется 9 сентября, но он будет существенно дальше 63 миллиона километров. То есть будет какое-то огромное до него расстояние, но ничего нам не грозит, все хорошо, хотя иногда все-таки пугать мы вас будем о том, что что-то приближается к нашей планете. А тем не менее, когда вечером смотришь в сторону неба, то наслаждаешься видом и даже не думаешь о том, что космос хранит в себе какие-то скрытые тайные угрозы. Особенно хорошо на побережье видно все звездочки, пути Млечные. Кстати, ученые сказали, что действительно в Млечном пути очень много опасных астероидов и звезд, о которых мы не думаем, просто глядя на эту красоту. Ну а если сидишь вечерком, смотришь на небо и звезда упала, сердце как ёкает? Нет, обычно. Не страшно? Ёкает от тех новостей из интернета, которые подготовили наши корреспонденты. Поймать красивый кадр не так-то и просто, а вот уронить телефон – дело не хитрое. В погоне за скрытым от глаза видом герой видео выпустил из рук гаджет, и он провалился за решетку. Достать его из дренажной системы будет нелегко, так что паника горе оператора – понятно. А ведь кадры и правда красивые. Да и, судя по всему, вернуть прибор удалось. Спасительная шутка. На видео мужчина решил подшутить над случайным прохожим и на ходу похлопал его по плечу. Удивленный человек обернулся и никого не нашел. Но что он увидел, так это едущий навстречу автомобиль. Благо ему вовремя удалось увернуться от торчащей в бок штанги. Вот что значит, когда шутка к месту. Правда, иногда с юмором можно и переборщить. Мопедисты решили показать велосипедисту, кто на дороге главный, подрезав его. Кто же знал, что у героя с собой фейерверк и специальное приспособление для его запуска. Скрыться у обидчиков не получилось. Как говорится, не рой другому яму. Вдруг у него есть салют. Ученики младшей школы организовали большую сюрприз-вечеринку, чтобы поздравить своего завхоза. Эмоции мужчины просто не могут оставить никого равнодушным. Секундное удивление моментально оборачивается слезами радости. Всегда приятно, когда к тебе относятся с любовью и уважением. Не забывать заботиться нужно не только о себе, но и о братьях наших меньших. Занимаешься спортом? Возьми своего питомца с собой. Домашний любимец упражняется в ходьбе вместе с хозяйкой. Мнения пользователей разделились. Кто-то утверждает, что животное должно получать физическую нагрузку в естественных условиях. А кто-то спрашивает, где купить такой тренажер для своего. Куриная ловкость поразила автора следующего видео. Никто бы и не подумал, что у этих птиц так хорошо с балансом. Действительно, эквилибристический прием выглядит непростым. А что делать? Нужно же как-то перебраться на другую сторону, когда лететь ну совсем неохота. Напоследок завораживающий вид. Спортсмен с вингсьютом спускается вниз вдоль горного хребта. Выглядит, конечно, опасно. Но вид того стоит. Главное приземлиться на ноги. Планиристу пожелаем удачи. А вы только полюбуйтесь этой красотой. А вот теперь все-таки нужно переместиться. Да, самое время, потому что у нас есть гость. Это инспектор по особым поручениям группы пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по республике Крым. Кашкарова Наталья Алексеевна. Доброе утро. Здравствуйте. 8 марта у нас скоро. В связи с этим вы к нам пришли. Ну и давайте начнем, да, все-таки с женских профессий. Все думали, с чего бы начать. Ну вот скажите, пожалуйста, сотрудник ГИБДД женская профессия или нет? Ну, смотря с какой стороны посмотреть. Смотря в каком отделе работаешь и так далее. Я работаю в таком отделе, который можно и женской назвать. Потому что наша работа связана и с работой с детьми, со студентами, с разной категорией водителей, с общественными организациями. Поэтому почему нет? А вот почему, например, я лично, да, я, наверное, ни разу не видел на посту женщину. Потому что это опасность в первую очередь? Или почему? Основенно мужчины выбирают эту профессию. Или же есть, может быть, сотрудники, которые в том числе и патрулируют, например? Ну, если сравнивать по физиологическим характеристикам мужчин и женщин, то, конечно, выносливость у мужчин больше намного. И стоять на дороге продолжительное долгое время, это очень тяжело. В любую погоду, в снег, в дождь и так далее. Но у нас есть сотрудники ДПС. Одна вот ушла в декрет. Поэтому женщина, да, имеет право, ну, стояла на дороге, да, сотрудник дорожно-патрульной службы. А вот касательно профессии водитель, насколько отличаются женщины-водители от мужчин? Есть ли какие-то ограничения? Может быть, есть какая-то статистика по штрафам, у кого все-таки больше? Нет, конечно. На дороге все равны. Все участники дорожного движения, как мужчины, так и женщины, являются равноправными участниками дорожного движения. Поэтому мы всегда говорим, что нет разграничений. Мужчина, женщина. Кто-то говорит, что женщина аккуратнее водит. Кто-то говорит, что мужчина агрессивнее водит. Все мы разные, и такого разграничения у нас по статистике, и мы увидим ДТП, такого нет. То есть на самом деле есть неаккуратные женщины, есть неаккуратные мужчины. На самом деле есть аккуратные женщины и аккуратные мужчины. Давайте все-таки от этого отталкиваться. Хорошо. Совсем скоро 8 марта. Какие сюрпризы готовятся для женщин от сотрудников ГИБДД? От Крымской госавтоинспекции, как всегда, по традиции, будет работать так называемый цветочный патруль. Наши сотрудники ДПС будут поздравлять с этим праздником добропорядочных водителей и женщин. Всегда это очень приветствуется водителями, как и мужчинами, так и женщинами. И у всех поднимается настроение, ощущается весна, и даже когда пасмурная погода, все равно, когда женщина улыбается, тогда улыбаются и звезды. Для того, чтобы получить поздравления, что необходимо сделать? Нарушить правила? Не дай бог. Или к инспектру подойти? Поздравьте меня, пожалуйста. Нет. Как это происходит? Есть такое слово, как удача. Мы едем, и на определенных точках по всему Крыму будут стоять цветочные патрули. Практически везде. Но самое главное — соблюдать правила дорожного движения. А есть какое-то конкретное место, которое мы могли бы рассказать только нашим телезрителям, чтобы они точно там проехались 8 марта, все женщины-водители, и наверняка бы показали все свои умения, чтобы получить подарочек? Скорее всего, на Кольцах будут работать в городе Симферополе непосредственно. Это на Московском кольце, на Кубышевском, на Советском. И на Ангарском перевале знают, что будет работать патруль. Это раскрыло вам точки. Так что, дорогие женщины, готовьтесь. За цветами. Да, 8 марта за руль, ну, можете вот, да, мимо инспектора проехали, а дальше уже мужчина пускай садится и гуляйте себе на здоровье сколько угодно. Но расскажите, пожалуйста, какова вообще вот сейчас динамика происшествий, тема важная. Я так понимаю, цветочный патруль, да, операция будет, но есть еще такие более, я бы сказал, серьезные, менее праздничные. Вот совсем недавно трезвый водитель, да, насколько я знаю, проходила операция. Каковы итоги? Что сейчас вообще на дорогах происходит? Несмотря на различные праздники, наши сотрудники несут всегда усиленно в праздничные дни патрулирование для выявления, в первую очередь, нетрезвых водителей. Да, последнее мероприятие, которое мы проводили, это был нетрезвый водитель. Но, к сожалению, и анонсировали мы, и с вашей помощью, и радио, и телевидение, везде трубили, что уже будет проводиться мероприятие. И все равно было более, около даже двухста выявлено нетрезвых водителей за рулем. По повторности тоже к уголовной ответственности привлечены водители. То есть, ну, это абсурд, конечно, но как достучаться до водителей, до сознания, что не нужно этого делать. А водители общественного транспорта попадались? В нетрезвом состоянии? Да. За время операции, по-моему, нет. А скажите, вот вообще, насколько это важная проблема? Мы понимаем, да, это действительно очень опасно. А насколько много происшествий случается именно по вине пьяных водителей? И когда самое важное? Это, я так понимаю, в ночное время или это не зависит от времени суток? Вы знаете, нетрезвый водитель, это же не говорит о том, что он именно в алкогольном опьянении. У нас был случай в столице, в 12 часов дня наши сотрудники остановили водителя, он вызвал у них подозрение, слава богу, он был остановлен. Это в районе даже школы общеобразовательной человек находился вообще в неадекватном состоянии в 12 часов дня, в наркотическом опьянении. Поэтому состояние алкогольного опьянения в большей степени в вечернее время суток или в раннее-раннее утро, когда люди выпивают вечером, садятся за руль и не понимают, что они еще под воздействием алкоголя. А по времени суток алкогольное это вечернее, а в наркотическом это... Насколько я понимаю, прошли ужесточения мер, то есть это уже изъятие автомобиля, это лишение прав на какой срок? На полтора года? Ужесточение произошло это за повторное управление в состоянии алкогольного опьянения, наступает уголовная ответственность. То есть люди должны понимать, что вы уже не административная ответственность, вы не правонарушитель, а вы уже преступник, настоящий преступник, когда наступает такая ответственность. Это дало ли какие-то свои плоды? Уменьшилось ли количество водителей, которые могут сесть за руль в нетрезвом состоянии? Вообще динамика у нас по сравнению с прошлым годом идет на снижение количество ДТП вообще. По нетрезвым, вот я же говорю, мы проводим мероприятия, мы анонсируем уже, предупреждаем всячески, потому что это мера профилактического воздействия, что если предупрежден, значит ты не сядешь уже, ну подумаешь. Но все равно садятся и управляют, то есть людей ничего не останавливает, я не знаю. Мне уже, к сожалению, подсказывает, что время заканчивать наш разговор, закончить хочется на позитивной ноте. С наступающим вас праздником и всех дорогих дам, которые находятся за рулем и несут службу, в том числе в рядах ГИБДД Республики Крым. Ну а нам продолжается, совсем скоро 8 марта, поэтому нетрезвых водителей не должно быть у нас на дорогах. А далее следует погода, между прочим, очень важный фактор безопасности дорожного движения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На парижской неделе моды показали маленькую сумочку, в которой может поместиться наушник. Ее можно носить только в ладони, вот, и шутят, что там можно еще хранить свой эмоциональный багаж исключительно. Но цена на эту сумочку космическая, хотя она по факту является абсолютно бесполезной. К сожалению, так часто и бывает. И с животными точно так же, чем дороже собаку продадут, тем больше они будут заботиться и ухаживать, к сожалению. Ну а есть ведь собаки, которые хотят обрести своего хозяина, которые могут достаться вам абсолютно бесплатно. И, в частности, вот есть собачка по кличке Брайт. Давайте с ней познакомимся. Солнышко Брайт очень ответственный и внимательный. Он умеет охранять и дружить. Добрый и любящий парень. Он очень красивый, но грустный, потому что люди его взяли и предали. Звоните. Пусть солнечному псу повезет. Плюс семь девять семь восемь восемь восемьсот шестьдесят три одиннадцать ноль три. Забирайте. Он достанется вам абсолютно бесплатно и, главное, принесет вам счастье, потому что это настоящий друг. И с ним вы можете отправиться в любое путешествие. К чему это все? Говорю, к тому что. К тому что на МКС совсем недавно присыковался космический корабль Dragon 2, как мы знаем, да? Илон Маск в этом замешан немного. И после того, как он пристыковался к МКС, обычно во время стыковки сегменты закрыты. Российский, американский, все люки задраены и так далее. После того, как люки открыли на российском сегменте, почувствовали, что запах спирта очень хороший доносится. Так, 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 так. От как раз-таки американского сегмента. И подумали, ну, а может празднуют или что там происходит и так далее. Но те говорят, нет, подождите, это как раз-таки с этого челнока, который только-только к нам прилетел. От него вот этот запах идет. А в челноке что было? А там манекены были же, да, говорили? Так, манекены. Манекены-то вроде как и невинаты. В общем, так и не выяснили, откуда этот запах. Но самое важное, что есть даже специальные приборы, которые фиксируют количество вот этого вот содержания спирта в воздухе. И говорят, что это небезопасно, если его слишком много. Но самое главное, все смогли сделать, снизили количество. Не только когда спирт в воздухе, это небезопасно. Ну, за рулем мы уже сказали, да, что небезопасно. Ну, а самое главное, как это сделали, какая-то система вентиляции специальная включается, фильтруется воздух и таким образом уменьшается количество спирта в воздухе. Ну, интересно. Но причины, когда выяснят, обязательно вам расскажем, друзья. Один из российских музеев вошел в список лучших достопримечательностей Крыма. А у нас весь Крым, ой, Крым, мира. А у нас весь Крым одна большая достопримечательность. Вот наш корреспондент побывал в путешествии, сейчас вам все подробно расскажет. Скажу вам честно, не так-то просто найти древние руины, спрятанные среди такого количества недостроев. И все же мы нашли мечеть Искисарай. Памятник находится на территории упраздненного села Монетное, на одноименной улице. Добраться до него то еще приключение. Во-первых, дороги. Далеко не везде можно проехать на машине. Во-вторых, дома. Полуразрушенные коробки и желтые ракушки, как грибы, разбросаны до самого горизонта. Среди них и прячется древний храм. Главный вход расположен с северной стороны и выполнен в виде стрельчатой арки. Сооружение – яркий пример заимствования архитектурных форм и решений из других культур. Угадываются византийские, персидские и египетские нотки. В нынешнем состоянии мечеть представляет из себя постройку, состоящую из двух квадратов. Большого, именно в нем мы сейчас и находимся. Средняя длина его стены составляет 12,5 метров. И, собственно, малого. Длина стены около 6 метров. В южной стене большого храма расположен мехраб. Ниша в стене, украшенная каменной резьбой. Он указывает на мекку и традиционно располагается в середине стены. Углубление предназначено для того, чтобы в нем молился имам мечети. Изначально это были две купольные мечети с отдельными выходами. Точное предназначение малого помещения неизвестно. Можно лишь предполагать. По одной из версий, малая мечеть предназначалась для женщин. По другой, это было помещение, в котором Калуг Султан мог совершать намаз, слушая главного священнослужителя через оконный проем большой мечети. Во времена, когда функционировала мечеть, Крым был лулусом Золотой Орды, а село принадлежало тогдашнему Калуге Султану, второму по значимости после хана лицу в иерархии крымского ханства. Вверху, на втором ярусе мечети, перед глазами открывается не самая приятная картина. Большинство оконных храм и стен изрисованы уличными художниками, либо просто энтузиастами, которые хотели оставить после себя какой-либо знак. Росписи, рисунки и прочие отметины украшают все стены мечети, как на первом, так и на втором ярусе. Забраться туда не так просто, но специально для этих целей на одной из оконных храм закреплена веревка. В 1923 году руины мечети исследовал профессор Никольский. Именно он и предположил, что когда-то здание украшал большой купол. До наших дней он, конечно, не сохранился. Купол малой мечети через паруса упирался на три внешние стены и на смежную стену большой мечети. Большой купол лежал на невысоком восьмигранном барабане. Перекрытия были выполнены из легкого пористого туфа. Но о том, как это все выглядело, мы, к сожалению, можем только догадываться. Предположительно, именно здесь находились монетный двор и дворец, который дал название поселению. Эскисарай с татарского «Старый дворец». Но время не пощадило сооружение и до наших дней дожила лишь мечеть. Долговечность храма обеспечила надежность конструкции. Традиционно места поклонений являлись и точками сбора населения в случае опасности. Так что их делали на совесть. Стены, выполненные из мелкозернистого песчаника, достаточно толстые. Более метров в толщину. А вот для декоративных элементов использовали известняк. Три стены имеют по пять окон. Два квадратных на первом ярусе, два полуциркульных на втором и одно круглое у основания купола. Восточная стена почти полностью перекрыта малой постройкой. Только посмотрите сюда. Бетон. Конечно, это не дело рук зодчих 14 века. Просто в 1969 году была проведена консервация руин. Трещины залили специальным составом, а окна укрепили железобетонными плитами. И все же справедливо будет заметить, что и прямо сейчас строение нуждается в реконструкции и облагораживании территории. Несмотря на то, что мечеть официально признана памятником культуры, она не восстанавливается. Более того, продолжается активная застройка территорий домами местных жителей. И все-таки невероятно интересно было побывать в столь древнем здании, что даже не верится. Насколько много удивительных вещей находится у нас под боком. Ну что ж, я вернусь к теме музеев. Естественно, что туристам запомнился больше всего Эрмитаж. Оказывается, исследователи брали в расчет фотографии и количество фотографий в Инстаграме, близость аэропорта от центра столицы, ну и удобство этого города. Что самое интересное, что также самыми интересными местами в мире посчитали по этому рейтингу соборную мечеть в Испании, мечеть шейха Зайда в Абу-Даби, музей Винсента Ван Гога, греческий Акрополь, ну и много всего другого, но при этом еще и составили рейтинг достопримечательностей, которые не оправдали туристические ожидания. И это место заняла Венеция. Почему-то туристы очень многое ожидали, но очень мало получили, по всей видимости, потому что не одобрили ее как лучшее место для путешествия. Ну а для того, чтобы ваши ожидания всегда были оправданы, например, когда вы выезжаете на работу, мы вам расскажем, какова же дорожная ситуация на данную минуту у нас на полуострове. Итак, что же мы видим в Симферополе? Во-первых, мы видим, где мы находимся. Вот эта вот точечка «Я» находится по адресу Студенческая, 14, друзья, это адрес нашей телерадиокомпании. Ну, давайте продвигаться потихоньку от пригорода. Ага, так, начну я все-таки с ДТП. Вот уже заметил, есть у нас отметка на улице Толстого. Итак, 7 минут назад левый ряд, средний ряд. Вот такое пояснение. Поэтому знайте, что красные цвета здесь преобладают, поэтому лучше, конечно, объехать. Как это можно сделать? Так, насколько я понимаю, если вы двигаетесь, например, от улицы Александра Невского, то просто попытайтесь по проспекту Кирова, например, ее объехать, или же, наоборот, по улице Гагарина. Ну, а если с улицы Троллейбусной, то сворачиваете на Киевскую, и у вас тогда нет необходимости стоять в этой пробке, которая, возможно, будет образована. Итак, так, еще одно ДТП я заметил. Хотел рассказать снова-таки, каковы у нас проезды. Ну вот, улица Героев Сталинграда. Если вы едете со стороны Николаевки, то знайте, что ДТП, левый ряд сбили человека на пешеходе, сбил длинномер. Такая новость. Ну, надеемся, что все хорошо, и никто сильно не пострадал. Мы на это очень надеемся. Но, как мы видим, пробки сейчас сильно нет, поэтому надеемся, что достаточно хорошо все разрешится. Ну, а на подъезде к трассе Дубки-Леватки, к развязке, знайте, что небольшое затруднение есть. Если двигаетесь со стороны Николаевки, и если двигаетесь со стороны Бахчисарая, то тоже небольшие в районе приятного свидания затруднения есть. Ну, а в целом все хорошо, все замечательно. Со стороны Ялты будете двигаться, снова-таки в небольшое затруднительное положение попадете, когда увидите перед собой красные огни автомобиля, потому что они стоят, они ждут, когда все-таки пробка рассосется. То же самое и по проспекту Победы у нас. Все, в принципе, традиционно для этого времени. Бордовых цветов очень много, особенно эта улица Киевская, улица Воровского, поэтому в центр старайтесь сейчас вообще не ехать, потому что подъездные пути, как мы понимаем, действительно заблокированы. Но в центре вот совсем недавно Ольга Литвиненко выходила на связь и показывала, что там достаточно все хорошо. Итак, перемещаемся в другие города нашего полуострова. Севастополь. Снова ДТП. Вот говорю, и уже третье ДТП. Саму как-то аж неприятно, потому что вчера было гораздо все лучше. Троллейбус и Ланос перегородили все. 22 минут назад появилась эта отметка в Севастополе на проспекте генерала Острякова. И действительно, есть красные цвета, это означает, что движение не такое у нас и хорошее. И вот находится это недалеко от так называемого огурца севастопольского, это Камышовое шоссе, поэтому старайтесь объезжать. Старайтесь объезжать это место. Ну, традиционная пробка у нас есть на улице Олега Кашевого. Снова-таки не попадайте в этот момент на эту улицу. Улицу в других городах. Что у нас сейчас происходит? Ялта. Все хорошо, все замечательно. А Алушта тоже все неплохо. Самое главное, нет ДТП. Итак, еще заглянем на общую ситуацию. Да, все у нас хорошо. Керчь, все зеленое. И Крымский мост тоже показывает нам то, что дорога свободна. Можно двигаться в любом интересующем для вас направлении. Такова дорожная ситуация. Ну, вот, честно говоря, меня не порадовали вот эти три ДТП. Вчера было все гораздо лучше. Может, 6 марта праздник скоро? Да, и пробок было как-то меньше. Я, кстати, не знаю, как это варьируется, что на празднике действительно огромное количество машин и пробки. И почему вдруг в празднике становится так много машин? Люди до этого ими не пользуются? Или как это происходит? Я даже не понимаю. Как водитель объясни мне. Ты же находил это какую-то взаимосвязь? Ну, если это перед праздником, то, конечно, может быть, как-то все стараются выезжать, там, подарки покупать и так далее. А в сам праздник обычно движение, кстати, более-менее, если не перегорожено нигде. Ну, а у нас уже есть связь с Ольгой Литвиненко. И она готова рассказать о том, что сейчас происходит на улицах Симферополя. Да, действительно, со мной есть связь и мне есть, что вам рассказать. Сегодня 6 марта. Напоминаю, сегодня все отправляются к тёще на блины. Ну, вот я встретила на улицах нашего города Антона. Здравствуйте, Антон! Расскажите, пожалуйста, какие блинчики вы любите, какие блинчики вы уже скушали и пойдете ли вы сегодня к тёще на блины? Завтра пойдете, да? Времени нет. А блинчики кушали на этой неделе? Конечно. Со сметаной. Со сметаной. С творогом. Все. Спасибо, Антон. Он отправляется по своим делам. Но я хочу заметить, что на улице все так же облачно. И напомнить, что сегодня без осадков. То есть осадков не ожидается, их не будет. В то же время хочу заметить, что неподалеку здесь детская площадка, как вы все ее видите. И на протяжении этого времени, которое я была здесь, много людей приходили заниматься. Ну, это говорит о том, что наши люди спортивные и очень-очень любят спорт. Ну, мы в преддверии 8 марта. Эта неделя вообще у нас полна праздников. И хочется заметить, чтобы все это время провели хорошо. Студия, вам слово. Спасибо. Огромное. Ну, я думаю, 8 марта. Все будут обязательно на спортивных площадках. А, кстати, уже провели статистику, думаю, мужчины и женщины. Потому что скоро весна, сейчас масленичная неделя, поэтому всем придется отправляться на спортивные площадки. Больше всего россияне предпочитают блины со сметаной. На первом месте это 53% опрошенных все-таки выбрали именно эту начинку для вкусного лакомства. Ну, а есть такие, кто боится лифта. А вот, между прочим, Ксения Шарапановская его не боится и рассказала нам все об этом устройстве. Удобное изобретение лифт. Нажал кнопку и оказался на нужном тебе этаже. Но технологии нередко оказываются непредсказуемыми и могут подвести в самый неудачный момент. Если вы вдруг оказались в подъемном устройстве, нужно понимать, как себя вести. Хозяйка этих собак не раз оказывалась в подобной ситуации. Первый раз она была не одна. Ее сопровождали верные четвероногие друзья. Я позвонила соседке сверху, моей Татьяне. Она спустилась вниз, сказала, что мы застряли. В принципе, где-то в течение 7 минут нас освободили. И второй раз, была уже без собак тоже. Не помню, то ли в магазин, то ли куда я шла. Застряла днем. Ну, позвонила тоже соседям, потому что я не записываю телефон Кремлифта. Они зашли на первый этаж и, в принципе, тоже где-то в течение 10-12 минут меня освободили. В экстренных ситуациях люди ведут себя по-разному. Кто-то сохраняет спокойствие, как Мария, а кто-то лихорадочно начинает стучать по стенам лифта, звать на помощь. У некоторых даже развивается клаустрофобия. А вы придите в пятый дом, прокатитесь, четвертый подъезд. На свой этаж попасть невозможно. То есть он застревает на нашем этаже, нужно либо вверх ехать, чтобы дальше выйти, либо на этаж ниже. Там тоже бывает застревает, то есть кататься приходится туда-сюда. Я никогда не застревала. У нас сейчас поменяли новые лифты, прекрасно. Вообще супер. Мне так нравится. Во время блок-аута, наверное, последний раз лифти застревал. Ну, ничего, открыли, выпустили, вроде все нормально. Лифтовые службы наши работают. Я ни разу не застревала, потому что я живу в первом подъезде, подо мной Крымлифт. В каждом лифте есть инструкция и номера аварийной службы. С момента вызова специалиста до полного освобождения должно пройти максимум полчаса. При панической атаке в замкнутом пространстве учащается дыхание. Соответственно, вы потребляете больше кислорода, который, наоборот, нужно экономить. Обязательно проинструктируйте детей. Постарайтесь приучить их к самообладанию. Помните, что в лифт сначала должен зайти взрослый, потом ребенок. А на выходе его нужно пропустить вперед. Если человек собирается ехать с коляской, малыша нужно взять на руки. Детям до 12 лет самостоятельно кататься запрещено. Если вы застряли в лифте, ни в коем случае не нажимаем кнопки подряд и одновременно. Вам понадобится всего лишь одна кнопка – кнопка вызова диспетчера. Зажимаем буквально пару секунд. Вызов принят. Здравствуйте. Действительно, да, слушаю. Помогите, пожалуйста, я застряла в лифте. Что мне делать? Девушка, не переживайте. В пятый дом пришлю металик. В тысячи до сети за сетями русского дойдет металик. Девушка с водой. Без какого этажа едем. Спасибо большое. Пятый этаж. Я не знаю, как это получилось. Лифт остановился и все. И дальше никуда не едет. Примерно между пятым и четвертым этажом, я думаю. То есть один не поехал, да? Да, все верно. Девушка, не переживайте. Сейчас подойдет механик. В течение 24 минут на протяжении. Меня попросили не переживать, заверить, что все будет хорошо и что сейчас подъедет механик. Ежедневно в службу по контролю работы лифтов поступают сотни звонков. Часто приходится отвечать на несколько сразу. Любовь Кудрявцева работает диспетчером уже более 20 лет. Умеет подобрать слова и знает, как успокоить пассажиров. Это диспетчерский комплекс. Обрабатывает информацию в лифтах, показывает, на каком этаже и в каком доме находится подъемник. Обеспечивает двухстороннюю связь. Здесь контролируются звонки не только из Симферополя, но и других крымских городов. Проспект Победы, 64. Один работает, два лифта. Один работает, один выключенный. На нем нет напряжения. Он в нерабочем состоянии. Занимается его устранением неисправности. Но так было не всегда. Первый подъемный аппарат значительно отличался от современного прототипа и появился во дворце французского короля Ледовика XV в Версале. Механизм работал при помощи одного-двух человек. В 1800 году для этих целей впервые применили паровую машину. Современное же поколение лифтов полностью механизировано. Вот это все лебедка, это редуктор, это электродвигатель, это тормоз. Это ограничитель скорости. Единственное различие со старыми лифтами – это станция управления. Теперь в современных лифтах стоит плата управления и частотник. Частотный преобразователь, который регулирует плавность хода лифта. Лифт удерживает одновременно три троса. Каждый из них выдерживает вес кабины. Даже если предположить, что один из них все-таки повредился, конструкция все равно должна выдержать вес подъемника и пассажиров. Ксения Шарапановская, Олег Бойко. Утро нового дня. Лифт. Не боимся. Все. Не боимся. И хотим связаться срочно со студией новостей, потому что у нас есть к ним вопрос. А времени у нас очень мало. Доброе утро. Доброе утро, Сергей. Никита, Алиса, доброе утро. Ну и начнем мы сразу с вопроса. Совсем скоро выходные дни, 8 марта. Вот приходил к нам из Крымспаса представитель, говорил, что в лесу небезопасно, надо правила необходимо соблюдать, как мы знаем, а ты что собираешься делать в выходные дни? На природу или же какой-то другой вариант? Знаете, в любом случае я собираюсь соблюдать правила пожарной безопасности. Это однозначно и определенно. Раз Крымспас говорит, значит, не зря. Ну и, естественно, хотим выехать на природу с родными, с семьей и хорошенечко отдохнуть, потому что погода обещает быть хорошей, если я не ошибаюсь, до плюс 18, там чуть ли не до плюс 20 на выходные. Надеемся, что так и будет. Спасибо огромное. Времени у нас уже совершенно не остается, и отдых будет замечательным. Друзья, соблюдайте правила, и все у вас будет хорошо. Спасибо огромное. В 9.00 выпуск новостей обязательно посмотрите. Ну а нам все, пора прощаться. Да, мы с вами прощаемся, и были очень рады встречать это утро с вами. Надеюсь, оно было по-настоящему для вас хорошо. Все, друзья, до свидания. Завтра четверг, завтра новые ведущие. Ждем вас с 7 до 9. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok